При образовании алгебраических выражений найдите значение выражения квадратный корень под корнем квадрат разности корень из 10 минус 3 плюс квадратный корень под корнем квадрат разности корень из 10 минус 4. Для преобразования каждого из таких корней нужно вспомнить кое-что. Нужно вспомнить, что квадратный корень из какого-то выражения в квадрате будет равен модулю этого выражения, которое находится под знаком корни. А это значит, что у нас под корнем находится вот эта вся разность и она возводится в квадрат. А это значит, что квадратный корень из квадрата этого выражения будет равен модулю этого выражения. То есть у нас тогда первый корень будет равен модулю от корня из 10 минус 3. И аналогично второй корень будет равен модулю разности корень из 10 минус 4. Теперь для того, чтобы раскрыть каждый из данных модулей, нужно проверить знак подмодульного выражения. То есть если вот это подмодульное выражение будет не отрицательным, то есть больше либо равно нулю, то тогда модуль раскрывается со знаком плюс. Если подмодульное выражение отрицательно, то по определению модуля раскрывается со знаком минус. А как проверить подмодульное выражение? Можно по-разному. Можно, например, сравнить корень из 10 с числом 3. Обычно, когда сравнивают, пишут вот такую птичку. Эта птичка может превратиться либо в знак больше, либо в знак меньше, либо превратиться в равенство. То есть вот эта птичка может стать любым из вот этих знаков. Так вот, корень из 10 сравниваем с числом 3. Для того, чтобы сравнить два неотрицательных числа, достаточно возвести обе части в квадрат. Тогда получится корень из 10 в квадрате. Это будет 10. И 3 в квадрате это 9. Мы видим, что левая часть больше правой. Значит, изначально левая часть больше правой. А теперь, если мы число 3 влево перенесем со знаком минус, тогда у нас получилось так. Корень из 10 больше 3. Теперь корень из 10 перепишем. Число 3 перенесем влево со знаком минус. Минус 3. И тогда справа останется 0. То есть получается больше 0. Таким образом, выяснили, что первое подмодульное выражение будет положительным. Ну или можно было вторым способом это сделать. То есть второй способ, чтобы оценить вот эту разность, вот такой может быть. Корень из 10 оставим, а число 3 представим в виде корня. То есть это будет корень квадратный из 3 в квадрате. А тогда 3 в квадрате это 9. Тогда у нас получается корень из 10 минус корень из 9. Далее, чем больше подкоренное выражение, тем больше его корень. А это значит корень из 10 больше, чем корень из 9. Потому что 10 больше 9. Значит и корень из 10 будет больше, чем корень из 9. А значит данная разность будет больше 0. Таким образом, получается то же самое. То есть первое подмодульное выражение у нас получается строго больше 0. А значит модуль раскрывается со знаком плюс. Это значит просто вот эти модульные скобки можно убрать. И тогда у нас просто получится подмодульное выражение уже без знака модуля. Корень из 10 минус 3. Далее. Теперь оценим второе подмодульное выражение. Вот, например, вторым способом оценим. Корень из 10 так и оставим. А вот число 4 представим как корень из 4 квадратов. Тогда у нас получается корень из 10 минус корень из 16. Понятно, что 16 больше чем 10. Значит корень из 16 больше чем корень из 10. А значит мы от меньшего вычитаем больше. И в итоге у нас получится отрицательное число. Таким образом, так как подмодульное выражение является отрицательным числом. То тогда по определению модуля модуль надо раскрыть со знаком минус. Это значит при раскрытии модуля знаки у подмодульного выражения меняются на противоположные. Тогда у нас получается корень из 10 уже будет с минусом. А вот число 4, которое было с минусом, будет с плюсом. То есть мы поменяли знаки на противоположные. Корень из 10 и минус корень из 10 взаимно уничтожают друг друга. Остается минус 3 до плюс 4. То есть минус 3 до плюс 4. То есть по-другому 4 минус 3. И в итоге получается единица. Разберем еще одно задание такого типа. Значит то же самое. Аналогично. Что мы имеем? Равно. Корень из какого-то выражения в квадрате равен модулю этого выражения. То есть у нас получается 2 минус корень кубический из 20. Плюс 3 минус корень кубический из 20. Равно. И теперь точно так же нужно попробовать каким-то образом оценить каждое из подмодульных выражений. Начнем с первого подмодульного выражения. Как его оценить? Вот можно использовать второй способ. Нужно записать число 2 как корень кубический из какого-то числа. Число 2 можно представить как корень кубический из 2 в кубе. И тогда у нас до минус еще корень кубический из 20. А что такое 2 в кубе? Это 8. Получим корень кубический из 8 минус корень кубический из 20. Чем больше число под корнем, тем больше его корень. То есть получается у нас под знаком первого корня 8, под знаком второго 20 понятно, что корень кубический из 20 больше, чем корень кубический из 8. То есть мы от меньшего вычитаем больше, значит получаем отрицательное выражение. Это значит под знаком первого модуля отрицательное выражение, значит модуль раскрывается за знаком минус. Это значит мы модуль убираем, но знаки у подмодульного выражения меняем на противоположные. То есть было 2 с плюсом, будет с минусом. Пишем минус 2. Минус корень кубический, значит будет теперь плюс корень кубический. Плюс корень кубический из 20. С первым модулем разобрались, переходим ко второму модулю. Точно так же нужно оценить подмодульное выражение, какое оно будет под знаком. Для этого число 3 представим как корень кубический из 3 в кубе, да минус еще корень кубический из 20. Корень кубический из 3 в кубе можно записать как корень кубический, а 3 в кубе это 27. То есть получается корень кубический из 27 минус корень кубический из 20. 27 естественно больше чем 20, понятно, а значит и сам корень тоже больше. Значит мы от большего вычитаем меньше, значит подмодульное выражение положительно. А если подмодульное выражение положительно, то модуль раскрывается с знаком плюс. Это значит мы просто можем модуль убрать, знак модуля убрать, а подмодульное выражение переписать без изменений. То есть получаем тогда мы плюс 3 минус корень кубический из 20. Равно, приводим подобные слагаемые, получаем минус 2 плюс 3. Минус 2 плюс 3 это единица. Задача решена.